Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. Смотрите в этом выпуске. В эфире программа «Итоги недели» в студии Надежда Балдакова. На заключительной в этом политическом сезоне сессии депутаты приняли решение по 30 вопросам. Так утвердили стратегию социально-экономического развития Норильска до 2035 года как опорного города Арктики, представленную ранее главой города Норильска на Петербургском международном экономическом форуме. Как отметил Дмитрий Карасев, для того, чтобы стать опорным городом Арктики, у Норильска есть множество аргументов. Это связано со многими факторами. Развитие северного морского пути, реализации крупных инвестиционных проектов в этих городах. Как вы знаете, на территории Таймыра реализуются крупные инвестпроекты «Восток Оил», «Северная звезда», «Русская платина» и прочие проекты. В данном контексте Норильск выступает как основной площадкой, где можно получать различные социальные услуги. Кроме того, внесли изменения в действующие меры соцподдержки отдельных категорий граждан. Категории граждан, которых будут обеспечивать бесплатными автономными дымовыми извещателями, дополнены одинокими пенсионерами, имеющими доход ниже прожиточного минимума. Увеличен размер персональной надбавки к пенсии почетным гражданам города Норильска. Дополнены категории юных норильчан, имеющих право на отдых в выездных лагерях на льготных условиях. Увеличен размер материальной помощи с 16 тысяч рублей до 60 тысяч на изготовление памятников и оград на могилах ветеранов Великой Отечественной войны. Также предлагаем изложить категорию получателей дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи пункта 4.2. Предлагаемые изменения позволят привести в надлежащее состояние заброшенные могилы умерших граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны, вдов умерших, погибших участников Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Утвердили на сессии имена новых почетных граждан Норильска. В этом году, с учетом того, что он юбилейный для нашего города, почетного звания удостоены два человека, внесшие значимый вклад в развитие города. Советник по координации деятельности минерально-сырьевого комплекса Норильского дивизиона аппарата директора заполярного филиала Норникеля Толгат Муштикенов и председатель комитета законодательного собрания Красноярского края по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмила Магомедова. Соответственно, у нас поступила наградная листка от компании. Это Толгат Сагенович. Я думаю, нету, наверное, норильчан, работающих на комбинате. Кто бы не знал эту фамилию, я бы сказал, что это человек-легенда, которая развивала гурно-народную базу. Представление от муниципалитета к такой высшей награде – это Людмила Васильевна. Многократно избранная и в законодательном собрании. Достаточно много решений принято для города. Спикер местного парламента Александр Пестряков подвел итоги заключительной сессии, отметив, что все необходимые решения для бесперебойной работы городских структур в межсессионный период депутатами приняты. Начинается пора ремонтов, реконструкции, выполнения работ по реновации, а также подготовка к 70-летнему юбилею города. Продолжится общение с норильчанами на встречах с коллективами и на личных приемах. Поэтому работа депутатского корпуса в летний период усилится по всем направлениям. Надежда Балдакова, Александр Вори. Итоги недели. На месте будущей стелы «Город трудовой доблести» тем временем стартовали подготовительные работы к установке монумента. Подрядчики уже произвели демонтаж кирпичной кладки. Демонтаж кирпичной кладки – один из первых этапов подготовки места для установки памятной стелы «Город трудовой доблести». После этого рабочим предстоит очистить территорию. При этом, как отметили в Управлении капитальных ремонтов и строительства, плитку вывезут на склады и в дальнейшем будут использовать на других объектах, поскольку она хорошо сохранилась. Помимо этого, сейчас параллельно идет закупка строительных материалов и оборудования для установки монумента. Также в скором времени на месте установки памятной стелы появится забор и паспорт объекта. После этого начнется основная стройка. Рабочим предстоит установить саму стелу, пилоны, привести в порядок территорию вокруг монумента. Все работы обещают закончить к 15 ноября – первой годовщине присвоения Норильску почетного звания «Город трудовой доблести». Напомню, почетное звание Норильску присвоил президент России в ноябре прошлого года. Тогда 48 тысяч норильчан проголосовали за присвоение городу этого звания. Место для установки соответствующей стелы тоже выбирали норильчане – в онлайн и оффлайн форматах. В голосовании приняли участие почти 5000 человек. Затем решение горожан одобрил градостроительный совет. Дарья Каменских, Владислав Моисеев. Итоги недели. А вот с ремонтом улично-дорожной сети все идет не так гладко. К концу июня подрядчики выполнили только 20% от общего объема ямочного ремонта в этом году. Своевременная сдача работ под угрозой. Ремонт дорог – одна из главных тем в повестке общегородской планерки. На дворе конец июня, а подрядчики выполнили лишь 20% от общего объема ямочного ремонта. Глава города Дмитрий Карасев недоволен. Есть риск, что работы не успеют сдать в срок. Мы видим, что идет существенное невыполнение тех объемов, которые были законтрактованы. Соответствующие претензии были подготовлены, направлены. Но здесь вот я обращаюсь к автодору, собственно, публично тоже о том, чтобы фиксировали все невыполнение и отрабатывали в соответствующем порядке. Задачи мы обозначили руководству Илана Рильска серьезные, большие. Потому что денег выделено немало на этот период. И по результатам, соответственно, этого периода, конечно, мы сделаем следующие выводы по контрактованию в следующих периодах. Но, тем не менее, услышали, что вроде бы как изменят подход. Но здесь должен быть жесткий контроль со стороны автодора. Пока я на сегодняшний день этого не вижу. Тем не менее, параллельно с ямочным ремонтом в активную стадию перешел и основной ремонт дорожного покрытия. В этом году в планах у дорожников обновить 26 километров дорог. С 28.06 планируется приступить к ремонту улицы Орженикидзе. И с 1.07 к ремонту автодороги Норильского и Кель на участке от Нанса на улице до АЗС Арктур. 2,7 километра. Помощь подрядчикам окажет второй асфальтобетонный завод, который в начале июня заработал в Норильске. Его работоспособность 150 тонн в час. По плану он будет поставлять смесь для асфальтирования дворовых территорий. Помимо этого, обсудили на планерке и ход установки теплых павильонов. В апреле Норильск-Автодор заключил контракт на установку еще 40 таких пунктов. На сумму 272 миллиона рублей. Сроки выполнения работ определены двумя этапами. Первый этап – это с даты заключения контракта по 21-12 текущего года. Второй этап – это 24-й год до 21-12-24. Скорее всего, подрядчик, как и в прошлый раз, справится раньше срока, говорят в Норильск-Автодоре. Сейчас залиты площадки уже для 22 павильонов. В Красноярске ожидают отправки 6 контейнеров с оборудованием и материалами для теплых пунктов. Надежда Балдакова, Софья Зиберова, Дарья Каменских, Александр Вуори. Итоги недели. С начала года в Норильске зафиксировали 93 пожара. В них погибли 7 человек. Статистику приводит Краевой МЧС. Как рассказали спасатели, основными причинами возгораний по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание. Только за последний месяц пожарные зафиксировали 13 пожаров, один из которых произошел 12 июня. В нем погибли два человека. Помимо этого, на прошлой неделе на Таймыре ввели особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить любые пожароопасные работы. Основными рисками на предстоящие месяца, считаю, это пожары в тундровой зоне, пожары в местах отдыха людей, это турбазы, частные загородные строения, назовем их так, происшествия на водных акваториях. У нас 12.06, где два погибших, я уже сказал, произошел пожар в частном доме отдыха. В рамках профилактики создана контрольно-маневренная группа. Проводится разъяснительная работа по профилактике пожаров. Организованы рейды в места летнего отдыха норильчан. И к другим темам. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на Санкт-Петербургском экономическом форуме. По словам главы государства, МРОД в последние годы индексируют опережающими темпами. И эту динамику необходимо поддерживать. Так, в этом году минимальный размер оплаты труда вырос на 6,3% и составил 16242 рубля. С 1 января 2024 года его размер составит 19242 рубля. Владимир Путин отметил, что такое повышение будет гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом. Также президент заявил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти как минимум вдвое. Отмечу, в Норильске МРОД в целом выше, чем по стране. С учетом районных коэффициентов в 2023 году он составляет 42 230 рублей. Пособия по уходу за ребенком до полутора лет теперь будут выплачивать, даже если мама начнет работать. Министерство труда готовит поправки с учетом новых поручений президента. Как объяснили в ведомстве, ранее выплата данного пособия прекращалась после выхода мамы или иного получателя на работу. Теперь же этот факт не будет иметь значения. Помимо этого, пособия по уходу за ребенком с инвалидностью также будут выплачивать независимо от того, работает родитель или нет. Нововведение этого года – единое пособие на детей. Теперь будет выплачиваться в течение всего назначенного периода, вне зависимости от роста доходов семьи. Ранее его назначали семьям с доходами ниже прожиточного минимума. В следующем году новогодние каникулы продлятся 10 дней, а отдыхать на майские праздники россияне будут два раза по четыре дня. Министерство труда опубликовало график выходных и праздничных дней на 2024 год. Новогодние каникулы начнутся с 30 декабря еще 2023 года и продлятся до 8 января уже 2024. День защитника Отечества и Международный женский день в следующем году выпадают на пятницу, поэтому в феврале и в марте россияне будут отдыхать по три дня – 23, 24 и 25 февраля и затем 8, 9 и 10 марта. Следующие длинные выходные ожидают население в мае. Праздник весны и труда выпадает на среду, поэтому отдыхать будем с воскресенья 28 апреля и до 1 мая включительно. При этом суббота 27 апреля официально будет рабочим днем. Затем четыре дня будем отдыхать в честь Дня Победы с 9 по 12 мая. Один выходной день будет летом – это 12 июня, и затем в ноябре будем отдыхать 3 и 4 числа. При этом суббота, 2 ноября, также будет рабочим днем. Новая мера соцподдержки набирает обороты. С начала года 88 норильчан заключили социальные контракты. Что это такое и на какие цели можно потратить выделяемые средства, расскажет Дарья Каменских. Сардар Дурдыев заключил соцконтракт в прошлом году. Мужчина оказался в трудной жизненной ситуации из-за потери работы. Рассказывает, пришел в соцзащиту, принес все нужные документы и был приятно удивлен тем, что первая выплата, а это больше 20 тысяч рублей, поступила практически сразу. Сардар после собеседования пришел на очередную отметку в центр занятости. Таковы условия соцконтракта. Мужчина отметил, что данная мера поддержки очень выручила его в трудный момент. Значит, она мне объяснила по поводу вот этого контракта. Мы заключили с ней соцконтракт этот. Ну и в течение, считайте, полугода практически я всегда постоянно получал это пособие по прожиточному минимуму. Ну и, естественно, это большая помощь. Я считаю, это очень даже хорошая помощь. Как бы восстановиться после всего того, что у меня было. Поддержку могут получить ряд категорий граждан по трем направлениям. При поиске работы, при покупке жизненно важных товаров, от предметов бытового потребления до школьно-письменных принадлежностей. А также соцконтракт – отличный инструмент для начала или же возобновления своего дела. В Норильске среди самозанятых, обратившихся за оказанием господдержки, преобладают те, кто ведут свою деятельность в бьюти-сфере. Салоны красоты, массаж, ногтевой сервис, тату. Вот так позитивно начинается сеанс татуировки у одного из мастеров, заключившего соцконтракт на приобретение новых материалов и оборудования для уже существующего малого бизнеса. Тату-салон – единственное детище Алексея Рожкова, мастера с 20-летним стажем. Он, как и многие, столкнулся с проблемой импортозамещения. Алексей говорит, решать проблемы пришлось оперативно. Нашел новых поставщиков, но цены на материалы взлетели, и он обратился за помощью в соцзащиту. Бизнес наладился, клиенты довольны. Отчетность предоставил по всем установленным правилам. Естественно, товарные чеки, естественно, фото, посылки, которые приходят, все это снималось. Ну и в данный момент я хожу, отчитываюсь, так как являюсь самозанятым, о том, какую пользу мне это принесло и насколько изменился мой бизнес в лучшую сторону. Да, он изменился. Спасибо большое, очень приятно. В нашей стране впервые со мной такое. На текущий момент в Норильске заключили 88 соцконтрактов на общую сумму 13 миллионов 700 тысяч рублей. Это почти половина от общего лимита выделенных средств на 2023 год. Соцконтракт – это не панацея, а лишь инструмент к решению своих трудных жизненных ситуаций. В соцзащите отмечают, повторное заключение соцконтракта возможно, но не сразу. По окончании социального контракта гражданин вправе получить данный вид государственной социальной помощи ровно через один год. Это как бы общее правило и на поиск работы и по другим мероприятиям. Подать заявление на заключение соцконтракта теперь можно в два клика – через портал госуслуги. Очно документы принимают в отделе соцзащиты и в многофункциональных административных центрах. Для получения меры соцподдержки необходимо предоставить полный пакет документов. Дарья Каменских, Александр Вори, Владислав Моисеев. Итоги недели. Девять норильчан в этом году написали ЕГЭ на 100 баллов. Такую цифру озвучили в администрации. При этом отметили, что пришли еще не все результаты итоговой аттестации. Как заявила заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева, в этом году выпускники показывают высокие результаты по физике, истории и русскому языку. При этом тем, кто написал ЕГЭ на 100 баллов, положена премия – 50 тысяч рублей каждому. Хорошо написали государственные экзамены и девятиклассники. У них экзаменационная пора уже завершилась. В этом году почти по всем предметам они показали гораздо лучшие результаты, чем в прошлом году. И это нас радует. В этом году у нас выпускников 9 классов 2189 человек, 11 классов 1091. В 9 классах пока нет только итоговых результатов по предмету информатика и КТ. Все остальные результаты уже пришли. Немало в этом году и тех, кто окончил школу на одни пятерки – 137 человек. В городском центре культуры на этой неделе прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников Норильска. Для отличников провели праздничный концерт. Каждого наградили благодарственным письмом. Поздравить выпускников с окончанием школы пришли их родители, учителя. С вступительными словами выступили глава города Дмитрий Карасев и председатель Норильского городского совета депутатов Александр Пестряков. Вот и завершилась школьная пора. Позади уже перемены, дневники, уроки. А впереди вас ждут только неизвестные и интересные дороги. Я желаю, чтобы вы выбрали именно ту дорогу, именно тот путь, который вам по жизни будет приносить удовольствие. Пройти его с любопытством и интересом. Достичь новых, неизведанных вершин. Норильск, он всегда гордился своими выпускниками. И на то масса примеров. Наши выходцы занимают сейчас высокие посты на различных уровнях власти. И я уверен, что именно вы в будущем будете представлять город, субъект, страну на достойном уровне. Многие из вас остаются здесь учиться и получать высшее образование. Это правильный выбор. Но, тем не менее, некоторые, а может быть даже и многие, поедут в другие города. Я всегда, ребята, рассказываю на своем примере. Я норильчанин, закончил школу в Норильске, уехал учиться в Санкт-Петербург. И после образования вернулся сюда. Сегодня я работаю в должности председателя Норильского городского совета депутатов. Это представительный орган власти, являясь примером, что Норильск – это качественный и хороший социальный и профессиональный лифт. Поэтому, когда вы получите свои профессии новые, возвращайтесь в Норильск. Глава города сегодня уже говорил, реализует программу Норильск-2035. И как раз в этом новом обновленном городе вам жить и работать. И я уверен, что здесь можно сделать хорошую и серьезную карьеру. Тем временем стартовала приемная кампания в Заполярном государственном университете. В этом году предусмотрено почти на 100 бюджетных мест больше, чем в прошлом. Помимо этого в УЗИ появились новые образовательные программы. Подробнее расскажет Дарья Каменских. В этом году шансы поступить на бюджет в Заполярный госуниверситет гораздо выше, чем в прошлом. В учебном заведении увеличили количество бюджетных мест по всем направлениям. До 356. Появилось целых три новых образовательных программы. В этом году университет представит три новые образовательные программы по бакалавриату. Это прогрессивные технологии в металлургии. Мы полностью переделаем образовательную программу по металлургии вместе с нашим технологическим партнером. Это Московский научно-исследовательский институт металлургический. У нас новая образовательная программа по маркетингу. Такой образовательной программы еще не было. Она будет осуществляться в направлении менеджмент, как и во всех ВУЗах. И у нас есть образовательная программа, которая нацелена на большие перспективы. Это цифровой инжиниринг и 3D-печать металлом. Появление образовательной программы «Диджитал маркетинг» и управление контентом в ВУЗе объясняют тем, что большая часть производственного процесса уходит в виртуальное пространство. Конечно, выпускники должны ориентироваться в цифровых технологиях, должны понимать, каким образом строятся и оптимизируются бизнес-процессы в онлайн-формате. Поэтому и некоторым другим направлениям студенты смогут получить высшее образование за счет бюджетных средств впервые за последние несколько лет. По кафедре экономики, менеджмента и организации производства в этом году выделено 40 бюджетных мест. Из них 25 на бакалавриат и 15 на магистратуру, что нас, конечно, радует. К слову, 9 июня основное здание ВУЗа закрыли на масштабный ремонт. В планах изменения как внешнего, так и внутреннего облика образовательного учреждения, обновления оборудования, капитальный ремонт помещений. Сейчас Заполярный госуниверситет разделили на небольшие филиалы внутри организации партнеров. Среди них молодежный центр на Советской-9, спорткомплекс «Айка», политехнический колледж на молодежном проезде. Ректор ВУЗа Евгений Голубев отметил, что концепция обновленного здания рассчитана на максимальный комфорт для студентов. Концептуально это здание для студента. Простыми словами, скажем, должны быть места удобные, где можно и подготовиться к занятиям, самостоятельно позаниматься, просто, простите за выражение, позависать, попить кофе, посидеть, провести время между занятиями. В связи с глобальным ремонтом ВУЗа в новом учебном году преподаватели будут чаще использовать дистанционный формат обучения. Отмечу, так называемый поток абитуриентов будет всего один. Принимать документы будут до 25 июля. В этот срок желающим поступить в Заполярный госуниверситет необходимо подать полный пакет документов в приемную комиссию ВУЗа, которая находится на базе молодежного центра в Центральном районе по адресу Советская-9 на первом этаже в аудиторию 105. Дарья Каменских, Владислав Моисеев. Итоги недели. Пит-стоп есть не только на гоночной трассе, но и на производстве. На руднике Октябрьский появились дополнительные пункты профилактических осмотров крупногабаритной подземной техники. На одном из таких побывала наша съемочная группа. На глубине 750 метров кипит работа. Слесарная группа проводит осмотр погрузочно-доставочной машины. В этой горной выработке общей площадью около 120 метров квадратных расположился так называемый пит-стоп, предназначенный для профилактических осмотров оборудования. Таких пит-стопов на руднике Октябрьский уже четыре. Чтобы провести один осмотр, в среднем необходимо около часа. Для каждой подземной машины индивидуальный план осмотра. Но есть этапы проверки, которые одинаковы для всех. Визуальный осмотр, проверка уровня рабочих жидкостей, проверка электрической и гидравлической систем, проверка пожарной системы и первичных средств пожаротушения. Горники отметили, что такие пит-стопы – это очень удобно. Конечно, это очень удобно. В течение смены можно приехать, визуальный осмотр машины произвести на наличие всевозможных утечек, поломок и так далее. Горная выработка для пит-стопа выглядит как большой ангар. В одной части с легкостью помещается одна ПДМ-машина, длина которой 11 метров. А в другой есть не только место для хранения инструментов, но и обеденная зона. Данный пит-стоп находится в пяти минутах от ремонтной базы. Остальные на горизонтах повыше, чуть дальше от основного места ремонта техники. На руднике говорят, данный проект – отличная возможность избежать аварийных ситуаций. Ни для кого не секрет, у нас сейчас тяжелая обстановка геополитическая в стране. Многие поставщики оборудования от нас ушли. И техника требует особого внимания со стороны машинистов и также со стороны ИТРа и слесарной группы, то есть кто непосредственно занимается обслуживанием и эксплуатацией самоходного дизельного оборудования. Данный проект пит-стоп был запущен для определения аварийных ситуаций, предупреждения сходов техники, чтобы сократить аварийные ремонты непосредственно уже на самих горных участках. Основной ремонт техники по-прежнему производят на ремонтной базе. Тем не менее, пит-стопы помогают оперативнее проводить ежесменные профилактические осмотры подземных машин, сокращают как время, так и затраты на основные ремонтные работы техники. Дарья Каменских, Владислав Моисеев. Итоги недели. Компания Норникель формирует банк деталей для аддитивных технологий. Специалисты сканируют промышленные детали для создания 3D-образцов. Аддитивные технологии – это выращивание деталей из электронной 3D-модели с помощью принтера. Чтобы такую модель получить, необходимо объект сканировать специальным аппаратом. Сканер проецирует лазерные лучи на объект, определяет его форму и расстояние до него, а затем преобразует полученные данные в трёхмерную модель. Программы уже преобразуют у нас в полигоны, преобразуют в поверхности. И потом уже эти поверхности в инженерных программах мы преобразуем уже в готовые какие-то твёрдые тела, по которым можно уже составить компьютерную программу для ЧПО оборудования, по которому можно составить программу для 3D-принтера, по которому можно составить, допустим, конструкторскую документацию, чертежи и прочее для дальнейшего производства уже ручным или машинным или любым иным способом. Погрешность такого инструмента не превышает 0,02 мм на 1 метр измерений. В дальнейшем по этим 3D-сканам специалисты смогут восстановить модель детали довольно точно, как для литья, так и для последующей механической обработки. 3D-печать – это не панацея. После того, как мы поставили это на оборудование, необходимо снять и посмотреть, как ведёт себя наши напечатанные детали, в частности бронедиски. И, как показала практика, после нескольких недель и месяцев отработки бронедиск очень себя хорошо зарекомендовал. Применение аддитивных технологий на Толнахской обогатительной фабрике уже привело к установке ряда деталей. Это в целом подтверждает эффективность и потенциал применения аддитивных технологий. Софья Зибрёва, Екатерина Алексеева, Александр Вуори. Итоги недели. Четвероногая служба на этой неделе отметила свой профессиональный праздник – День кинолога. Как проходят будни у верных напарников, человека и собаки, смотрите в следующем сюжете. Хвост пистолетом, уши востро. Долг служебных псов – всегда быть на чеку. Это вам не милые собачки, а настоящее оружие в умелых руках. На службу собаки поступают ещё щенками, их закрепляют за человеком, и начинается процесс воспитания и выстраивания доверительных отношений. Это Дмитрий и Джульбас. Их дружба началась, когда мужчина пришёл на службу несколько лет назад. Джульбасу было на тот момент уже три года, но напарники быстро нашли общий язык. Нужно подходить к каждой собаке по-своему. То есть где-то мячиком, где-то лакомством. Каждому по-своему. Кто-то любит покусаться. Каждому нужно своё найти. В штате сейчас в исправительной колонии номер 15 16 собак, следовательно, 16 кинологов и их напарников. В основном на службе немецкие овчарки. Они лучше всего подходят для такой профессии. В обязанности собак входит конвоирование преступников и охрана периметра колонии. После того, как четвероногие уходят в отставку, их отдают новым хозяевам в семью, где они уже с почётом доживают на пенсии. В Норильске к услугам кинологов исправительной колонии полиция прибегает нечасто. На протяжении примерно лет пяти такого случая не предоставлялось. Но у служивых припасено пару интересных историй в кармане. Были найдены два трупа в квартире. Попросили кинолога. Приехал на место. Там недалеко от дома, Дзержинского, 3. Нашли свёрток с вещами окровавленными. Собака вскоре нашла на земле схожий запах. Уверенно по нему пошла. Дошла до дома, прям в подъезд попросилась. И собака в квартиру начала царапать дверь и лаять. На службу недавно поступил новобранец. Этот английский кокер-спаниель Арчи только на вид такой милый. Ему уготована судьба ловца наркоторговцев. Интересный факт. Когда собаки проходят тренировку по поиску запрещенных веществ, после их обнаружения четвероногого поощряют лакомством или дают игрушку. Так и вырабатывается рефлекс. Так что, когда собака в аэропорту начинает лаять на подозрительного пассажира, на самом деле требует дать ей угощение. Екатерина Алексеева, Владислав Моисеев. Итоги недели. Норильские туристы знают, как провести лето с пользой. Проект «Делаем туризм доступнее» предлагает отличный вариант активного водного отдыха – сплавы по рекам Таймыра. Совсем недавно путешественники вернулись с первого в этом сезоне сплава по реке Болгахтох. О своих впечатлениях и о планах на дальнейшие походы рассказали на встрече участники путешествия. В этом году участники проекта «Делаем туризм доступнее» опробовали новое снаряжение и оборудование, в том числе байдарки, спальники, палатки и весла. Закупили обновок на полтора миллиона рублей. Это стало возможным благодаря поддержке программы «Мир новых возможностей» от Норникеля. Оборудование в походах предоставляется туристам абсолютно бесплатно. «По гранту запланировано сплав по Болгахтоху, который уже прошел. Потом у нас участие в фестивале водного туризма на реке Валек. Мы его пытаемся сделать традиционным. На все эти мероприятия можно попасть. На те, которые еще не состоялись, мы будем давать объявления, и можно будет записаться, попасть и на фестиваль, и на ламу уже нет. Там в основном наши дети, потому что еще одна из важнейших задач данного проекта – это подготовка туристских кадров, туристского резерва, скажем так». В качестве завершения проекта пройдут лагерные сборы в районе реки Болгахтох. Они продлятся 3-4 дня. Ожидается 30 участников. За жизнью норильского туризма можно следить на официальной страничке сообщества ВОВКонтакте. Там же публикуются и объявления о предстоящих путешествиях. Екатерина Алексеева, Владислав Моисеев. Итоги недели. Норильчане отметили День изобретателя. В стенах Центральной библиотеки прошел фестиваль технического творчества «Мастер-фест». Научное шоу, инженерные и творческие мастер-классы, выставки изобретений. Что еще было на празднике – расскажем далее. Аршинов Александр приехал на праздник из Владивостока. Он один из хедлайнеров фестиваля. Его студия ArtMesh уже 8 лет занимается не только 3D-печатью и сканированием, но и моделированием. Начинали ребята с простейших фигур – кубиков. Потом стали делать мелкие сувениры. А сейчас в рамках импортозамещения Александр и его команда делают даже детали для автомобилей. Фестиваль офигенский, очень здорово. Очень много клевых, крутых ребят, которые знают свое дело. Очень интересно все здесь происходит. Очень клевая организация. Здесь такой дух знаний, инноваций. Все друг другом делятся, и это очень здорово. Фестиваль расширяет не только территориальные границы, но и границы сознания, уверены гости и организаторы фестиваля. Замечательно, что в зале такое отличное настроение, чувствуется позитив, энергия. И я всех поздравляю с открытием фестиваля, который проходит в нашей любимой библиотеке в третий раз. Какие-то новые профессии, старые уходят. И чтобы быть в курсе этих динамичных изменений, вы можете только зная, как это все происходит. Обратите внимание, что третий год подряд наш фестиваль расширяет границы, территории, присутствие резидентов, которые к нам приезжают. Инженеры фаблабов Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Кванториума Красноярска, волонтеры, участники различных организаций Норильска и просто увлеченные наукой норильчане, все вместе создавали настоящие технические и творческие открытия. Инновационное творчество находится на пике своего развития. И это отличная возможность выявить новые таланты, уверена Инна Давыдова, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска. Это и 3D-моделирование, это и программирование, это и различные виды искусства, которые вот сейчас, может быть, не все знают даже о существовании подобных направлений. Но вот сегодняшний фестиваль как раз позволит все исследовать, открыть для себя и узнать. Ведь он посвящен как раз-таки Дню изобретателя. Я думаю, что это не случайно. Возможно, сегодня здесь как раз и будут рождаться новые какие-то идеи для изобречения интересных открытий. Кроме мастер-феста, Норильское лето наполнено и другими мероприятиями. Так для ребят-школьников с начала июня проходят творческие и музейные продленки в филиалах музея. 3 июля начнется вторая смена продленки, а попасть на третью можно с 31 июля. Отмечу, с 8 лет каждый желающий может стать волонтером культуры и быть причастным к значимым событиям города. А проявить себя можно уже на ближайших мероприятиях. 24 и 25 июня Норильск отметит День молодежи. Дарья Каменских, Александр Вори. Итоги недели. И к этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте Норильск.тв. В студии была Надежда Балдакова. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова